Мыс Скорби Как же жалко, что опыт для твоей лошади уходит в пустую, так как Теннисиец уже был 15 уровня. Но не переживайте, в этот раз я специально взяла великолепного мастера. Эту лошадь, которую я купила в последний момент, известный всем Inchindem All In для коллекции у данного персонажа. Покупала я, насколько помню, его без видео, но сегодня мы будем прокачивать его путем как раз-таки опыта за сюжетные задания. Ну что ж, устраивайтесь удобнее, наливайте чаечек и давайте начинать. Никого нет? Очень загадочно. Кстати, почему ты здесь, Джессика? Маяк погас? Что? Должно быть, это случилось, пока меня не было. Не помню, чтобы раньше такое было. А теперь еще и вся моя семья пропала. Что-то точно произошло. Быстрее, нам надо к маяку. Возможно, они все там. Следуй за мной, Джессика. Чтобы выполнить это задание, тебе не обязательно бежать рядом с Холли. Достаточно просто доехать самостоятельно до Мэйка. Мэйка 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 Дверь заперта и никто не открывает, когда я стучу. Где же они могут быть? Джессика, нам надо найти ключ к двери маяка. Хм, Сигрет охранница маяка, у неё есть запасной ключ, спрятанный где-то здесь. Я не знаю только где именно, где же он может быть? Ты хочешь, чтобы мы разделились? Так быстрее можно найти? Отличная идея! Быстрее нам нужно его найти. Запасной ключик лежит на этих бочках. Ты нашла ключ! Быстрее, Джессика, открывай дверь. Если они не здесь внутри, то может быть мы сможем увидеть что-то с верхней части маяка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они живы! Боже, спасибо! Ты видела их, Джессика? Я тоже. Вся семья Сигрет, Юнос, Эрик и Мэдисон. Но как получилось, что они все оказались на мысе Скорби? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джессика, я не знаю, каким образом они все там оказались, но нам надо их спасти. Вероятно, что они там находятся минимум сутки, и я не вижу там ни еды, ни палатки и никаких рюкзаков. Они, наверное, так замерзли и хотят кушать. А моя маленькая Мэдисон. Надеюсь, с ней все хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джессика, у тебя ведь есть лошадь. Можно я сяду сзади, и мы поедем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прекрасно. Едь к пляжу ниже маяка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джессика, это напротив мыса Скорби. Ты можешь поехать дорогой мимо паромной пристани, так как здесь нет никакой дороги ниже скал. Давай, Джессика, сейчас мы спасем мою семью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно попытаться рискнуть и спуститься непосредственно со скал, спрыгнув на песок. Но это очень ненадежный способ, так как никогда не знаешь, где у тебя получится, а где не получится. А если ты будешь пытаться несколько раз, то просто потеряешь время. Проще действительно сесть на лошадь, вернуться к пристани, и оттуда уже вдоль всего южного копыта по пляжу доехать до точки задания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь есть коневоз, но, к сожалению, пока ты не пройдешь всю уступительную цепочку заданий южного копыта, он не будет работать, ты не сможешь не приехать сюда и не уехать. Пока что твоим единственным транспортом является лодка из Форт Пинта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Но мне кажется, что они нас видели. Тебе не кажется, что они выглядят веселыми? И Мэдисон в хорошем настроении? Подожди, ты видишь Юноса? Он выглядит очень слабым. Надеюсь, он не повредил себе ничего. Как мы попадем на мыс в скорби, Джессика? Я нигде не вижу ни рыбацкой лодки Юноса, ни нашей маленькой моторной лодки. Я бы могла попытаться добраться туда на доске для серфинга, но ее может унести в море или разбить оскалы. Все же стоит попробовать. Как думаешь, Джессика, у нас ведь нет другого выбора? Ты говоришь, что у тебя есть лодка? Ну конечно! А как иначе ты бы сюда попала? Поторопись и пригони ее сюда. Я останусь здесь и попробую пока еще что-нибудь придумать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают. Ты вернулась к лодке, все еще в прекрасном состоянии. Ты отплываешь и держишь курс на холле. Красивая лодка, Джессика, но ты уверена, что она подходит для выхода в море? Она выглядит довольно покосившейся. Джессика, я думаю, что будет лучше, если ты поведешь лодку. Чем больше места у тебя в лодке, тем меньше рейсов тебе придется сделать. Только осторожно, когда вокруг мыса Скорби имеет много опасных мест и сильных течений. Многие корабли были там разрушены, и я, конечно, очень бы не хотела, чтобы с твоей лодкой тоже что-то произошло. Удачи! Добрый день! Я Сигрет, охранница маяка на полуострове Южная Копыта. Можно спросить, а кто ты? Джессика, хорошо. Ты здесь, чтобы нас спасти? Я видела, когда ты сюда ехала. Ты действительно очень умелый навигатор, но ты уверена, что лодка надежная? Ты спрашиваешь, как мы себя чувствуем? Все чувствуют себя довольно неплохо, кроме моего мужа Юнуса. Он говорит, что все хорошо, но я знаю, что это не так. Он просто не хочет, чтобы я волновалась. Он находился в воде в течение долгого времени после кораблекрушения, и всю сухую одежду, которую он смог спасти, отдал Мэдисон, чтобы она не замерзла. Он сам очень сильно промерз, и даже если он сильнее моржа, он... Спрашивай, что случилось? Юнос взял Мэдисон с собой на рыбалку, но по дороге домой Юнос проехал на лодке очень близко к мысу. Он знает, что вода здесь очень опасна, но он хотел показать Мэдисон одну специальную скалу. Это было очень глупо с его стороны. Он не подумал, что все так закончится. Судно село на мель и почти сразу затонуло. Но Юносу удалось доплыть до берега вместе с Мэдисон. С маяка я это все увидела и побежала быстрее на ферму за Эриком. Мы взяли нашу моторную лодку и как можно быстрее направились к мысу Скорби. Но Эрик умудрился тоже сесть на мель. Юнос был вынужден снова броситься в воду, чтобы спасти нас. Он помог нам выбраться, но думаю, что этого было слишком даже для моего любимого мужа. Я не думаю, что у него что-то очень серьезное, Джессика, но может ты тоже взглянешь на него? Привет. Я скоро на нагар буду снова. Ничего страшного. Скажи, Сигерт, чтобы она не переживала. Джессика, как чувствует себя мой Юнос? Он говорит, что все хорошо. Он мне тоже это сказал. Ты ему веришь? Нет, я так и думала. Он просто не хочет меня расстраивать, поэтому и говорит, что все хорошо. Ты считаешь, что он очень плохо себя чувствует? О, нет. Джессика, срочно увези Юноса к Холли, а мы остальные пока еще потерпим. Не переживай. Попроси Холли доставить Юноса на ферму. Она должна позаботиться, чтобы он согрелся и отдохнул. Потропись, пожалуйста. Привет, Джессика. Говоришь, что со всеми все в порядке? О, как я рада это слышать. А что с Юносом? Юнос, как ты? Сигарет сказала, чтобы я доставила его сразу на ферму? Конечно. Мы отправимся туда как можно скорее. Ты справишься с тем, чтобы спасти всех остальных, Джессика? Прекрасно. Юнос, ты слышишь меня? Обопрись на меня, и мы отправимся на ферму, где ты сможешь отдохнуть. Скоро увидимся с тобой там, Джессика. Удачи. Все прошло хорошо? Говоришь, что Холли забрала Юноса сразу на ферму? Отлично. Надеюсь, что все будет хорошо. Думаю, что если мой Юнос согреется и отдохнет, то снова почувствует себя лучше. Эрик, Мэдисон, послушайте, это Джессика. Она здесь, чтобы нас спасти. Спускайтесь и садитесь в ее лодку, и она увезет нас обратно на полуостров Южная Копыта. Не переживайте. Поторопитесь. Ну все, Джессика, мы готовы ехать обратно. Только плыви осторожно. Обещаешь? Эрик, Мэдисон, бегите быстрее домой. Вам нужно покушать и согреться. Поторопитесь. Джессика, спасибо тебе огромное. Если бы не ты, то я не знаю, как бы мы справились. Я так переживаю за моего мужа, Джессика. А если он очень болен? Мне надо поторопиться домой на ферму. Ты говоришь, что я могу сесть сзади на твою лошадь? Я не особо часто ездила на лошадях, Джессика. Ты уверена, что я могу доехать с тобой? О, спасибо. К ферме. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Наконец-то дома. Никогда раньше не было так приятно прийти домой, как в этот раз. Спасибо большое тебе, Джессика. А теперь я хочу увидеть моего Юнуса. Кажется, что Юнусу уже лучше Джессика. Еда и тепло сделали свое дело, но теперь мы будем присматривать за ним в будущем. Никаких больше приключений в море. Джессика, мой Юнус сказал, что хочет тебя отблагодарить лично. Пойди и поговори с ним. Но только не очень долго. Ему нужно отдыхать. Привет, Джессика. Привет, Джессика. Я же правильно запомнил? Ух, как спать охота. Извини, но я засыпаю на ходу. Как по мне, на сегодня приключений хватит. На этом данное прохождение подошло к концу. Подождем следующего дня, ведь у Юнуса для нас еще очень много заданий. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки и пишите комментарии, как вы проходили данную сюжетную часть. Любили ли вы Южное Копыто или же не очень. И что больше всего вам запомнилось в сюжетной линии данного полуострова. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео.